И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на четвёртый этап нашего прохождения сезона Формулы 2020 года за ХАС, за себя, собственно говоря, с модом на 2020 год в F1 2019. Ну вот, примерно так, да, надо начать этот ролик. На этот этап нам обновлений вроде никаких не приезжает, кроме тех, которые зафейлились и мы их взяли заново. Ну и, собственно говоря, отправляемся на квалификацию, где в первом сегменте я спокойно прохожу дальше. Тут я к Формуле 0 готовился достаточно много, поэтому проблем с этой трассой у меня быть не должно. Девятая позиция с одной попытки, в принципе, достаточно хорошо. Дальше у нас второй сегмент, и я, о, чудо, не вылетел. Это прям реально было удивительно, потому что мне адски не хватало скорости напрямой. Но всё-таки я с девятой позиции прошёл в третий сегмент, и буду стартовать на изнашенном софте. Лайк, пожалуйста, найс-найс-найс. Ну и, собственно говоря, третий сегмент. У нас, кстати, мой напарник вылетает и получает плюс 10 позиций штрафа. Очень это было интересно. Я такой захожу в директор гонки, а у него там... Сейчас проверим, что. По контактам надо смотреть, и у него блокировка не по правилам. Два раза. Я вообще не понял, откуда это у него взялось, но типа ладно. Ну и третий сегмент. Круг, где на решающем круге за мной застрял Батлер. И, собственно говоря, он, кстати, даже так смог улучшить время. Хоть и застрял за мной прям на весь этот круг. А я, в свою очередь, подъезжал к... Рейсинг-поинту, или как там он называется, да? Отсутка Киммера Экнину. Ну и, в принципе, круг получился грязный, с одним флешбеком, поэтому я не полностью его вставляю. Да, прикольно. Ну и, в принципе, я отыгрывал достаточно много со второго сектора. И на третьем секторе я должен был дофига отыгрывать у ботов, но почему-то именно в третьем сегменте. На третьем секторе я терял как раз таки больше всего. Хоть у меня, хоть и отдаленно, но был хоть какой-то слепстрим от Рейсинг-поинта. Но подади Батлер тоже имеет от меня слепстрим. И я буду стартовать с позиции под номером 7 в гонке в Баку, в очень опасной, сложной, собственно говоря, гонке. И все будет прям очень сложно и долго. Ну а по полной стартовой решетке у нас на полу-позишн располагается Льюис Хэмилтон. Дальше у нас Вальтери Ботос. В принципе, ничего удивительного. Дальше у нас Себастьян, Феттель, Макс, Верстаппен, Шарль, Клер, Деван, Батлер. Дальше я на седьмой позиции, Лукас, Вейбер на восьмой. Ну и два Рейсинг-поинта, девятые и десятые. Очень, мне кажется, слабо для них провели они квалификацию. Ну и в принципе у нас, да, Магнус, он, кстати, с своим штрафом не последний. У нас последний Латифи, который кубится. Ну и да, тут уже наконец-то у Акона нормальное лицо, похоже на него хотя бы. По тактике у нас Софт Харт, ничего удивительного. Сливаем топливо и отправляемся стартовать в эту гонку и пытаться как-то бороться с топами. И у нас ГАС, вот они стартуют Гран-при Баку, стартуем мы все достаточно хорошо. Пытаюсь закрыть траекторию сразу Вейберу, пытаюсь как-то не дать ему себя пройти. Из-за этого получается, что выпихиваю Батлера, выхожу на шестую строчку. Получился очень свинский поступок и у Батлера примерно сразу же после этого возникают какие-то проблемы. Но я пытаюсь на этой прямой догнать Ферстаппин, пока там впереди идет борьба бок о бок, пока они там замедляются. Пытаюсь как можно ближе к ним подъехать. Подъехал к ним достаточно близко, но атаковать пока что там это самоубийство. По старту у нас два Мерседеса, которые заборолись в самом начале, их преследуют две Феррари. Макс поначалу начал отставать, но из-за этой борьбы бок о бок мы все к ним опять подъехали. Мерседесы не унимались и пока что все-таки Льюис вышел вперед и уже Ботас атакует Феттель. И пытается как-то от него защититься, но Феттель по внешней траектории просто взял и прошел Ботаса. И вот так вот Ботас потерял одну позицию на старте. Ну а я продолжаю преследовать Макса Ферстаппина, который преследует Леглера, который отстает от Ботаса. Эта тройка из Ботаса Феттеля и Хэмильтона начинает отъезжать. Ну а мне надо как-то попытаться удержаться за этим Рэдбулом в ДРСке и оторваться от Вебера. Это будет сложно, но надо все-таки постараться. Был очень я аккуратен в старом городе на первых кругах, но самое удивительное то, что я был аккуратен, но я от них не отваливался. Они от меня сильно не отъезжали. Они отъезжали от меня на выходе из старого города, не знаю почему. Но вот тут вот за счет того, что я умею резать трассу, да, тут очень плохо у меня это получилось, я к ним могу подъезжать. И уже я от них отвалился почти на секунду, а после этого города уже точно на секунду и Слипстрима у меня уже не было. Уже Веберга ищет место, где бы меня атаковать, но на этой прямой мне хватило обогащенки четвертого режима работы ЕРС, чтобы он меня пройти не смог тупо за счет Слипстрима. Все-таки крылья 1-5 работают, да, вроде 1-5 у меня стоят, или... Короче, что-то типа того. Ну и закрыл... Просто не дал ему себя пройти и поехал уже до шестого круга на пидстоп. У нас там Ферсапин с Леклером менялись позициями, и я, собственно говоря, переобуваюсь на комплект Харт. Да, у нас Льюис Кэмилтон почему-то обувает себе медиум. Вообще не понял, откуда. Не понял юмора совсем. Или... Короче, очень непонятная ситуация вышла. В Директоре гонки я вроде смотрела, он переобулся на Харт, но тут мне показывает, что он медиум одел. Короче, очень все странно, но и самое главное, что я выезжаю 20-м, подавив абсолютно всех. Ну и на 8-м круге у нас волна пиццов продолжается, а передо мной выезжает Ферстапин. А он выезжает прям бок о бок с двумя Вильямсами. Они так медленно приезжали от поворот. Вот Рассел зацепил стену, скорее всего, себе сломал крыло. Ну и Кубица тоже не получил себе ДРС. Я его тоже за одну, за эту прямую прохожу. На Ферстапин я уже нападать не смог, хоть и залез к нему в базу, слава богу, крыло не сломал. Ну и мы поехали на 15-16 позиции загонять дальше группу, которая тянется прям вроде до третьей позиции. Догнали Магнусона и Квята, которые боролись бок о бок, и этим я пользуюсь, чтобы пройти Ферстапина. Очень близко я был к Квяту, чуть в него не врезался, но Ферстапина я, кстати, прошел. Квята я вообще прихожу в этих с красных эс, как прям. Очень это было страшно, если честно, ехать тут почти газ в пол. Но я уже вышел на 14-ю позицию и захватил еще и ДРС от своего напарника, от Кевина Магнусона. Это самое главное. Также еще продолжается волна Песопа, вот он и Баттлер, который только заезжает на Пит. Ну и я уже выхожу на позицию под номером 12, и прям перед нами выезжает Шарль Лекклер. Это хорошо, потому что он прямо вот передо мной. Ну а дальше я почему-то пролистал как-то в момент обгона Кевина Магнусона, но тут уже атака на Гасли. Короче, очень странно, я где-то уже ее вырезал, видимо, очень спешил как-то монтировать. Ладно, вышел на 10-ю позицию, на 11-м круге я уже позади Лекклера, который уперся в медленные болиды. И на выходе из С-а к Дживенадзе, в котором застрял, собственно говоря, Лекклер, выходит из них очень медленно. У меня лучше всех получается выход. И я уже поравнялся с Шарлем Лекклером в борьбе за восьмую строчку. Дживенадзе уже далеко позади, мы едем с ДРС, подъезжаем еще и к Дэну Рикьярда. Ну и я, да, происходит бам Гасли, где я использую флэшбэк. Здорово, да, флэшбэк-мейкер. Ну и, собственно говоря, я по внешней траектории, нормально наконец-то тормозившись, смог его пройти. Но он не сдается, он пытается меня снова пройти, но я опять-таки не отдаю ему свою восьмую позицию. Да, вы можете поставить, ну, оставить гневный комментарий по поводу флэшбэка в комментариях. Короче, дальше у нас 12-й круг, те, кто стартовали на медиуме, почти все заезжают на пид. Я выхожу уже на пятую строчку, передо мной только Ника Хюльвенберг, который не заезжал. И он заехал, мы вышли на четвертую-пятую позицию с Леклером. Леклер уже больше, чем в секунде позади, ну, а да, вот со мне, когда Китай раком. На 14-м круге он взял и просто прошел меня. Леклер слишком быстр был, и я решил его даже без особого сопротивления пустить и попробовать как-то удержаться за ним в зоне ДРС. Но дальше у нас сходит Эстепан Укон, который Ника Хюльвенберг с 31-м номером, с кастомизированным шлемом. Ну и из-за этого у нас выезжает, что? Правильно, Монаша, любимая машина безопасности. А так как это Баку, 10 кругов до финиша, надо 100% брать медиум, потому что Хард, ну, если честно, ну, такое. И я решаю прям взять, заехать за медиумом. Пофиг, что почти никто за ним не едет. А я поеду, да, проиграю в несколько позиций, но у меня будет свежий медиум, у них будет изношенный Хард. И это будет прям идеально. 10 кругов до финиша, медиума спокойно должно хватить под конец. Возможно, хватило бы и софта, если учитывать то, что мы еще и проедем под сейфтикаром, но я не решился так рисковать. Просто заехал, одел себе медиум и поехал дальше. Выехал на я на позицию под номером 8, чуть не пропустив Переса. Если бы я еще и Переса пропустил бы, это было бы очень печально. А так, передо мной еще надо пройти с Тролла. И да, у нас, кстати, еще сходит и Вальтери Боттус под сейфтикаром, из-за этого я еще поднимаюсь на седьмую позицию. Ну и под сейфтикаром у нас начинается фестиваль поломки крыльев в знаменитом повороте, где у нас крылья сломали Вебер, Леклера, Перес и еще несколько пилотов. Ну и я такой типа, ну класс, но теперь передо мной несколько пилотов имеют повреждения. Это значит мой шанс на то, чтобы подняться на позицию подиума. Ну и делая рестарт, он у меня получается, на мое удивление, достаточно хороший. Подрываю все, что можно сразу же. И боялся, что сейчас обгоню Строла до старт-финишной линии. Но все-таки, нажав на тормоз, я его прошел прям идеально. И уже поднялся на жестую позицию. И видно, как у Вебера справа нету торцевой пластины. Его надо было проходить как можно быстрее. Я во втором секторе за ним очень много времени потерял. Но решил с ним расправиться там же, как и с Гасли. По этим торможением средств трассу нормально мы поместились. И я его прошел, вышив на... выйдя на пятую позицию. Ну и передо мной Ферстаппин расправляется с Леклером. Который, собственно говоря, едет тоже с повреждением крыла. Ну и я, догнав Леклера на 20-м круге, легко его с ДРС-кой, собственно говоря, прошел. Никаких проблем у меня с этим не было. И вышел на позицию под номером 3. Дальше у меня... Следующая моя цель, это Ферстаппин. У меня есть 5 кругов на то, чтобы догнать Макса, Ферстаппина. И это будет прям достаточно сложно. У нас разрешают ДРС. И мне надо отыграть полторы секунды до Рэдбула. Да, он на изношенном комплекте. Но это Рэдбул. Он во втором секторе от меня отъезжал. Но за счет мягкого комплекта, за счет более свежего, в скоростных поворотах и в старом городе я чувствовала себя более как-то уверенно. И из-за этого мог там проезжать быстрее. И я его прошел на 23-24 круге и вышел на вторую позицию. Ну и после этого происходило ровным счетом ничего. Я за эти два круга от Феттеля отыграл 2 секунды. Это так просто. Дали бы мне еще немного времени, я бы выиграл эту гонку. Возможно. Но так, это вторая позиция. Макс Ферстаппин так сильно от меня и не отвалился. А вот Леклер, он начал бороться там с Лэнсом, с Троллом. И вроде даже проиграл ему позицию. Ну и я завершаю данную гонку на второй позиции. Отличный результат, как я считаю. После того, что у нас произошло в Бахрейне, после потерьного, можно сказать, подиума из-за темпа в Китае, у нас тут достаточно хорошее второе место. Побеждает у нас Себастьян Феттель. На Феррари, собственно, опять он доминирует. Вторым приезжаю я, ну а третий у нас Макс Ферстаппин. Показывает у нас Киммер Акнина, который тоже показал хороший результат. Приехал в топ-10. Молодец, хорош. Кстати, очень прям красивый. Мне нравится костюм у Альфа Ромео. Ну и, собственно говоря, подиум. Вот они слева направо. Андрей Зарабукин, Себастьян, Феттель и Макс Ферстаппин. Опять-таки, как я люблю F1. И не могу опять не сказать, как же красиво выглядит данный мод, как же красиво выглядят данные левреи по сравнению с дефолтными левреями 2019 года. Возможно, меня не просто уже задолбали, а возможно, просто мне они реально очень сильно нравятся. Ну а по результатам гонки, как я и говорил, на подиуме у нас Себастьян, Феттель, дальше я, дальше Макс Ферстаппин. Лэнс Ролл доезжает на четвертой позиции, он подшел шар для Ликвера, у которого было повреждение крыла. Дальше Киби Райткнин, Дэн Риккардо, Лукас Фебер, который с повреждениями крыла доехал на восьмой строчке. Антони Дживинаци, ну и Кевин Магнусен, который прорвался в очки с девятнадцатой строчки. Два зашедших по механическим причинам это Ника Кюлькенберг, которая из Топано Кон, и, собственно говоря, Вальтери Ботос. А у нас также Льюис Хэмилтон отметился гениальной тактикой софт-медиум-медиум, и даже не заехал в очки, просто гений. Ну и, собственно говоря, по личному зачету у нас Себастьян Феттель выходит на третью позицию, а Льюис Хэмилтон пускается на пятую, ну и я такой четвертый тусуюсь между ними. И до лидерства в чемпионате мне, собственно говоря, всего лишь-то и семнадцать очков остается. Кевин Магнусен у нас двенадцатый, ну и, собственно говоря, дальше, чем в Топ-10, очень много изменений у нас в личном зачете. В купе конструкторов у нас Альфа Ромео и Макларен, проходят Альфа Таури, которая от Туророса, и выходят на седьмую и восьмую позицию. В соперничестве я зарабатываю все галочки, в отличие от моих соперников, вот такой я крутой. Ну, 32 очка я не набираю за два гран-при, это слишком сложные цели, и при обсуждении контракта, который уже на этой гонке, я ставлю, конечно же, средние цели, ставлю бонус за гонку по ресурсам третий уровень, ну и надо как-то скорость модификации и одновременную разработку улучшать. Пусть пока что эффективность пистопа будет такой, но надо как-то попытаться что-то сделать с данными перками, но надо еще и повысить ожидания от нас в квалификации гонки. И за счет этого я смог выбить себе плюс-минус нормальный контракт, который у нас будет до Франции. Ну и, собственно говоря, у нас достаточно много ресурсов, больше тысячи, можно взять обновление. Я решил, что нам не помешает мощность двигателя, ну и нам не помешает на Монако аэродинамика. Аэродинамика, с этим надо быть поаккуратнее. Я решил взять переднюю аэродинамику, потому что в Монако, как мне кажется, она будет решать больше, чем задняя. Ну и, собственно говоря, я могу на этом заканчивать. По, в принципе, обновлениям у нас на этот этап некоторые команды тоже обновились, но мы пока что уверенные лидеры в группе B. На этом мне точно все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейд. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok